Здравствуйте! Это программа Репортер. Я Алексей Коноплев. Около трассы под Самарой в клетке без еды и без воды погибает медведь. Такая информация появилась в самарских СМИ и тут же вызвала волну возмущений. Репортер захватил с собой мясо и отправился на помощь несчастному животному. На месте мы нашли еще одного медведя и тоже в клетке. Что творится в лесах и кому принадлежат эти хищники? Съемочная группа распутывала клубок таинственных событий и вывела всех на чистую воду. До места Икс репортера сопровождает Николай Федоров. Молодой человек несколько месяцев назад обнаружил в лесу одиноко стоящую клетку с диким зверем. Мы долго путаем по полю и приезжаем на лесную опушку. Действительно в деревьях от посторонних глаз спрятан косолапый. Репортер вместе с Николаем и дает все продовольственные припасы. Медведь в считанные секунды расправляется с курицей и несколькими палками колбасы. Молодой человек в ужасе от состояния медведя, но как здесь оказалось животное он не знает. По слухам недалеко от этого места находится притравочная база. Водичку привозим, поим, кормим колбасой в основном, пирожными. Ну, бывает коробку, порядка 10 килограмм за раз. И то мало еще просит, требует. Репортер находит ту самую таинственную базу. Десятки собак, но никто не выходит. Машина не на ходу. Повсюду разбросаны миски с едой. Место кажется брошенным, но сюда явно кто-то приезжает. Владелец питомника и медведя изредка появляется в кафе неподалеку, но никто из персонала с ним разговоры не заводил. Таинственный мужчина всегда молчит, зато оставляет хорошие чаевые. Ну, как он нормальный, он даже богатый очень. Да, у него квартир сален, просто он живет здесь. Как ему это нравится. Катшельник. Возвращаемся на место, но огибаем питомник с другой стороны. Оказывается, в клетке еще один медведь, а это их владелец Виталий Иванов. В связи с шумихой в самарских СМИ на мужчину вышли специалисты в зеленой форме, выехали на место для проверки и ситуация начала проясняться. Мужчина официально является хозяином хищников. Обоих. Медведи содержатся по всем ветеринарным нормам. Хищников он использует для работы с собаками. Для подготовки, для обучения, подготовки собак к охоте. Хозяин уверяет, что исправно кормят медведей. У них в рационе и геркулес, и мясо. Причем зверей он содержит на свои собственные деньги. В клетке побольше живет зверь по имени Миша в передвижной Дема, которого мы кормили. На нем одет ошейник. Мы ее выпускаем, и он бегает. Это 20 людей полно. Я провезу ее. Вот он 70 метров. Я здесь должен буду стоять. Но он гуляет. Он гуляет. В зоопарке таких возможностей нет. Мужчина натаскивает собак для охоты. Хозяин зверей уверяет, что его псы стали лучшими охотниками в ПФО. Все в этой истории вроде бы складывается. Документы в порядке. Медведи сыты. Но оказывается, не все сказано до конца. Насколько мне сейчас стало известно, установлено, что данный земельный участок для содержания зверей, для размещения клеток используется незаконно. Виталий со своими питомцами спокойно жил бы себе вдали от людей. Но ему теперь покоя не дадут. Возможно, в отношении мужчины теперь проверки будет проводить полиция. Одного из зверей Иванов хочет продать. И даже нашел покупателя. А пока специалисты в зеленом озабочены волной интереса. Они боятся не медведей, людей. Кто-нибудь из сострадания может запросто открыть клетку с диким зверем, которая никак не огорожена. Я на этом прощаюсь с вами. Увидимся завтра. Всего доброго.